Значит, на заднюю половиночку остается у нас 50 минус 24, остается 26 сантиметров. Поэтому мы берем с вами в руки циркуль, делаем радиус равный 26. Ножку циркуля в какую точку ставим? В B4, совершенно верно. Вот, и влево на линию бедер откладываем эту величину. Настя, что-то не тот. 26 надо, ты сколько отложила? А я не знаю, 26. Пусть она сама. Так, 26 надо, вот так. Теперь то. B5, мои хорошие. Значит, мы вышли за пределы нашей выкройки до конструкции. Видите, задняя половинка шире делается. B5 нашли, соединили B5 и B3. Это будет линия бедер, B4 виноват. B4, это будет линия бедер задней половинки брюк. Когда будем делать проверку, будем ее контролировать, складывать, чтобы ошибок у нас никаких не было. Понятно это? Так, мои хорошие. То же самое проделываем с талией. Вспоминаем. Какая у нас талия должна быть у фигурки брючек? 38. Половинку мы убрали на переднюю часть. Значит, остается на заднюю 19. Там не меряем. Мы на 19 выходили, да? 19 остается на заднюю половинку и выточка сзади. Ягодицы, прогибы всегда, да? Выточка выбирается больше. Она выбирается от 3 до 5. Пока берем среднее значение, 4 сантиметра. Значит, к 19 надо прибавить. Сколько? Получится. Дуга радиусом 23 сантиметра. В какую точку ставим? Правильно. И проводим влево. Точка будет Т3. Ой, Т7. Виноват. Т7. Т7. Да. Все правильно. Соединяем Т7 и Т6. Прямой линией. Это линия талии. Понятно? А теперь построим выточку там. Разделим эту величину пополам, как на юбочке. Вспоминайте. Т7, Т6 делим пополам. Пополам 11 с половинкой. Ну, 11 можно брать там. Так? Из этой точки перпендикуляр вниз к нарисованной линии талии. Настя, это не перпендикуляр. Вот, вот, вот. Это перпендикуляр. Правильно. К нарисованной линии талии какая длина задней выточки? 10. Задней? 15. 13, 14, 15. Ну, 13 возьмите. Да? К нарисованной линии талии. Так, сейчас проверим. Нет, Аня, не так. Так. Вот у Нины нормально. То есть надо к талии. Пеппендикуляр к новой линии, которую ты нарисовала. У Лены нормально. Леночка, да, помогите. Наташа. Правильно. Все нормально получилось. Поставили точечку, да? Раствор выточки был 4. Значит, влево и вправо по 2 откладываем. По талии, Настя, работаем. По талии. Где талия у тебя? Ну, вот она. Влево и вправо от серединки по 2. Соединяем эти точки с вершинкой. Получилась талиевая выточка по спинке. Понятно? Да. На юбочку похоже? Теперь берем наше любимое лекало, вот это вот, бедрышко, да? Кладем. И вот так, той частью, какой вы обводили, боковой шов. Вот так вы обводили. Настя. Вот так обводили, да? Да. И этот же кусочек пытаемся обвести, соединяя и вверх с точкой B5. Все. Боковой шов у нас закончился. Мы построили его. Понятно? Достраиваем шаговый шов. Для этого карандашик ставим в точку Я2. Нашли, так? И К, какая там точка? К2, передняя половинка. Измеряем линеечкой расстояние. А, К1, К3, К3, К3. Я2, К3 меряем. Сколько сантиметров? Криво меряем. По прямой. 32. Девочки, вот эти 32 сантиметра нужно отложить от точки К5 наверх. Должно быть немножко ниже, чем Я5. Ниже, Настя. Почему? Мне не получается. Нет, чуть-чуть ниже. На 5 миллиметров где-то должно быть пониже, потому что мы ту точку отодвинули, там наклон пошел побольше и, соответственно, длина будет поменьше. Так, да. У меня не получается ничего. Я6. Ну, поставь Я51. Опустись ниже точки Я5 на чуть-чуть, вот сюда. И поставь точку Я51. Должно быть вот так. Мелкими, убери ручку. Мелкими тяжело очень работать вот этими линейками. Все такое. Толстый карандаш он сбил востоку. Вы должны понимать суть. Что наклонная линия, она всегда будет длиннее, чем прямая линия. Правильно? Развеиваем определенные мифы. Здесь должна сказать, что по многим методикам вот этот отрезок на задней половинке брюк вам предлагается делать меньше. В длину. Чтобы потом его оттягивать утюгом и сутюживать. Я такое пробовала делать. Мне это не понравилось. Потому что если вы сделали короче заднюю половинку, естественно у вас будет посадка по передней половинке. И она очень быстро вылезает. Начинаете носить эти брюки. Да, можно утюгом подтянуть эти 5, 1 см, 0,7 см и все. Но она быстро вылезет потом как дефект. Даст нам заломчики на передней половинке. И поэтому я это забраковала. Я эти отрезки делаю одинаковыми. Понятно? Так как мы выбрали теперь верхнюю точку шагового шва задней половинки, я 51 у нас будет. Оформляем прогиб вовнутрь. На той линии, где все прогибы оформляем. Вот на этой линии. Влево теперь уже откладываем. Иногда до сантиметра. Вот сюда, да. Иногда до сантиметра. То есть этот прогибчик бывает немножко больше. Просто рисуйте такую линию, которая будет красивой. Правильно, Аня? Молодец. Уже Аня нарисовала синим карандашом. Так, Нина нарисовала. Отлично. Все, молодцы. Молодцы. Так, по линейке. Настя, по линейке. Раз, два. Ты бы чуть прижимала карандашиком, чтобы видно было нам картинку поярче. Так уж деликатно. Да нет, видно хорошо. Все получилось. Всем понятно? Да, мои хорошие? Двигаемся дальше. Осталось совсем-совсем чуть-чуть. Итак, нам осталось оформить шов сидения задней половинки. Для этого ставим карандашик в точку Я51. Эту точку будем соединять с точкой Я21. Точка Я21. Итак, ставим карандашик в точку Я2. Вниз 1 см. Точка Я21. Соединяем прямой линией Я21 и точку Я51. Потом находим точку Я3 и точку Я2. 2 это серединка была отрезка 1,3. 1 Я3. Так, где точка 2? Через нее проходит шов сидения передней половинки. Это 1 точка. Это Я2. Точка 2 нам нужна. Нет, это Я2. А, точка 2, вот она. Вот она, вот Анечка, молодец, разобрались. Вот это точка 2. Аня, покажи девочкам. И точка Я3. Видите? Делим этот отрезок пополам. Точка 3. Я3 и 2 пополам? Да. И плавной линией соединяем Я3, Я50, Я21. Мы на этом месте сидим. Точку 3 соединяем, да? Да, я3. И потом точку 3 соединяем с Б3. Давай, Настенька, вот так вот красиво. Вот, молодец. Все. Вот так как-то у нас получилось. Ну, тут немножко ты рано прижалась к этой линии. Поточнее, сейчас у кого-нибудь еще снимем. Но, в принципе, построение закончено. Можно взять цветной карандаш и обводить. Сейчас, девочки, я вам помогу. Правильно, Нина. Вот точка 3. Вот точка 3. Совершенно верно. С Я21 плавно. Так. И потом и так же плавно в Б3 приди. Б3. Вот. Вот и все поярче. Отлично. Отлично. Так. Ну, что же, мои зрители, дорогие. На этом я заканчиваю съемку. Совсем что-то с памятью у нас пошло. Что-то не то. Не знаю, что из этого получится. Ну, как бы там ни было. Построение брючек мы закончили. Может быть, я еще немножко сниму, как у нас будет выглядеть потом результат. Смотрите, значит, дорогие наши зрители, что у нас получилось у девочек в тетрадках. Я вам показываю. Вот так вот мы построили заднюю половиночку, переднюю половиночку. Все обвели у девочек, получилась вот такая вот красота. Вот такая вот получилась у нас красота. И сейчас у меня ко всем вам вопрос, мои хорошие. Мы начинаем. Вы же знаете, что мы сначала строим базу, а потом начинаем рассуждать. А если у нас человек нестандартный? Потому что сначала у нас все хорошо, а потом мы начинаем на эту базу добавлять какие-то изменения, если у человека есть какая-то отличительная особенность. Что характерно для брюк, это животик. Да? Бывает, что есть у нас животик. Как изменить переднюю половинку брюк? Вот я ее себе нарисовала на моей тетрадочке, на моем листочке. Для того, чтобы у нас этот животик поместился в наши брючинки. Куда отодвинуть вот эту линию? Выточки вообще нет на животе, вы знаете об этом, да? Что выточку мы вообще не строим на животике. Как сделать? Вот так. Как сделать? Чтобы у нас... Что надо сделать вот с этой вот полосочкой? Вот с этой вот серединкой, да? Чтобы животик у нас поместился. Куда ее надо отодвинуть? Вправо сместить. Так, где карандаш? Дайте какой-нибудь карандаш. То есть вправо это куда? Настя, нарисуй. Куда вправо? Сюда. Ну, нарисуй. Как бы ты сделала? Так. Смелее, побыстрее. Дальше куда? Ну, возвращайся, Нина, помогай. Ага. А где ширина шва сидения передней половинки? Ну, то есть... Пропала. Еще хуже. Продлить, что ли? Нет. Вы должны вернуться вот к этой точке. Вот точно так же отложить? Нет. Нет, нет. Вот уж вот так вот делают. Понятно. Так вот это делают все. И это совершенно неправильно. Чтобы вы знали. Потому что это совершенно не соответствует антропометрическим характеристикам человека. Если сейчас вы мысленно достроите свою фигурку, глядя вот сюда, да, вы увидите, что животик-то у нас находится где? Вот здесь животик. Вот здесь животик. Правильно? Вот здесь находится. Тут ножка пойдет у нас какая-то, да? А здесь ягодички у нас будут расположены, если мы брючинку эту сейчас оденем на человека. Правильно? И вы, отводя вот эту вот линию, как вы сказали, вправо, да, извините, врезаетесь вовнутрь тела, да? А тело, животик вытолкнет это все. И впереди под животиком родятся огромная куча заломов. И человек просто не сможет поднять ногу, что часто происходит в жизни. Полные люди, когда у них вот этот вот большой животик, надевают вот подобного рода, подобным образом скроенные брючки, и имеют то, что имеют, поднять ногу не могут. У меня в жизни был такой случай, пришла женщина, у которой 150 сантиметров были бедра. Она работала вредной профессии, у нее повар у нас в столовой. Пробовать очень много приходилось. Короче, она покупала брюки, ходить в них не могла. Она говорит, Галя, шею мне брюки. Я когда, значит, построила эту базовую выкройку, думаю, как же мне ее поменять под этот животик-то. И мысленно ее как бы представила в профиль сбоку. И стало понятно, что вот этот живот настолько большой, что он перекрывает даже ягодицы сзади. И я отодвинула ей вот эту линию, как я вам сейчас изобразила, но неудобно снимать и показывать, да? Давайте поточнее, вот так вот нарисуем. Я отодвинула ее на 4 сантиметра влево. То есть освободила место для животика. А чтобы у нас выкройка не изменилась, да, молодец, Анечка, вот эти 4 сантиметра я прибавила тоже влево у бокового шва. Брюки были черные, и я их спокойно сдала. Человек был счастлив, говорит, Господи, хоть ходить могу. Коленка у меня поднимается, не зажимается, не зажевывается впереди. Вот это все безобразие под животом, понятно? Потому что ткань идет гладко от животика к коленочкам, к ножке вниз. Идет гладко. От скольки до скольки может. Вот, слушайте дальше историю. Значит, а потом я задала себе вопрос, когда она ушла. У нас очень много шло тогда костюмов в полоску. Вертикальная шла полоска. Вы знаете, что если полоска, то стрелка у брючинки должна идти строго по ней вверх, да? Я тогда думаю, ага, у меня стрелка сломается, а что мне сделать, чтобы стрелка не сломалась? Я вышла вот таким образом, стала выходить из этого, синий бы какой-нибудь, давайте зеленый возьмем карандаш, да? Я вот эту вот величину оставила на месте, но я добавила ее вот сюда. Вот сюда добавила этот треугольничек. И у меня получилась ширина шага передней половинки. Видите, чего нас просит живот? Живот просит увеличение ширины шага передней половинки. По сути дела, да? Чтобы ему было там комфортно и удобно, место, чтобы было побольше. И поэтому я добавлять стала вот этот вот кусочек. То есть треугольничек, у нас передняя половинка брюк стала похожа на заднюю. Понятно? Для больших размеров, для тех, у кого есть животик. Что происходит сейчас в жизни? В жизни я обычно здесь почти не добавляю, а я немножко убираю вот в этом месте. Посмотрите, вот я сейчас здесь покажу. Вот здесь. Вот здесь я убираю. То есть, Настя, покажи ручкой, что я нарисовала. Да, вот эту линию я нарисовала. То есть, я делаю отведение среднего шва, как бы шва сидения передней половинки влево, минимум на полтора сантиметра. У таких фигурок, где явно выражен этот животик, да, то делаю на два сантиметра. И у меня таким образом расширяется ширина шага передней половинки. И уже от этой точки начинаю рассчитывать боковой шов. Понятно? И тогда мне не приходится его вот так вот двигать. Вот в эту сторону влево, допустим. Потому что я сразу взяла и оформила вот эту вот линию. Вот такую вот я снимаю, убираю. И отсюда я уже отсчитываю линию, откладываю линию талии. Если этого недостаточно, я добавляю вот сюда один полтора сантиметра. Вот здесь один полтора. Здесь полтора-два. А внизу один полтора сантиметра. Вот и все. Понемножечку там и там. И мы расширили ширину шага передней половинки. И у нас есть куда поместиться нашему животику. Понятно? Все. Особенности построения наших брючек. Мы снимаем высоту сидения, как вы знаете. Она у нас получилась вот тут 25 сантиметров, да. У вас у всех может получиться совсем другая величина. То есть потому что строение позвоночника у всех самое различное. И в то же время, когда мы откладываем выкройку, мы ее рассчитываем. Мы не смотрим на высоту сидения. Мы с вами взяли СБ, разделили пополам и получили расстояние ТЯ. Помните, да? Вот так. А дома вы будете делать следующим образом. Вы будете сравнивать эти две величины. И в работу будете брать какую из них? Большую или меньшую? Большую. Ответ неверный. Случай жизни. Значит, мне дали вот эту выкройку с той оговоркой, что высота сидения не может... Она расчетная. Если бедра там, скажем, 120, это 60, то высота сидения разделить на 2 будет 30. И мне сказали, что самое большое значение это 32. Не должно быть превышать 32. У меня подруга зовут Валя. Я ей строю эту выкройку. Бедра 120. И смотрю, какая-то выкройка не очень симпатичная получается. Очень вопросительных знаков таких. Ну, линии такие. Ну, я думаю, ну ладно, так научили. 30, не 32. Оставила высоту сидения 30. Сметала брючки. Одеваем. Первое, что она делает, она тянет их под грудь. Ее родная высота сидения оказалась 22 сантиметра. Разница была 8 сантиметров. Я повязала шнурочек, отрезала эти... Отметила талию, отрезала, а длина-то стала на 8 сантиметров меньше. Понятно, что случилось? Поэтому, как нужно делать вывод? Скажите, пожалуйста, сами. Значит, вы дважды будете находить высоту сидения. Одна будет измеряться, а вторая будет у нас рассчитываться. Какую из них вы будете брать себе в работу? Меньшую. А только меньшую. Потому что, если вы мало вырезали, как в случае с проймой, вы сняли брючки, сантиметрика полтора углубились, да, и померили еще раз. Понятно? А если вы вырезали сразу много, у вас пострадала длина, и вы теряете в длине. Мы пришили тогда, помню, манжеты к ней, но брюки хорошими не были, потому что очень тяжелая была ткань. Вот это еще хотела вам добавить.